Воздушный маршал Оставим, пожалуй, в стороне его нелестные высказывания о внешней политике нашей страны, поскольку я пытаюсь не пускать политическую тематику в свои шоу. Сюжет звучит очень круто, выглядит все это тоже круто. Фильм захватывает и держит в напряжении примерно большую половину хронометража, но последняя треть картины напрочь портит все впечатление. В конце начинает происходить глупость за глупостью. Развязка так вообще убила глубиной своей тупизны. Я так и не понял мотивов преступников, потому что они были ну вообще никакие. Сценаристу надо бы поставить кол за такую глупую и неубедительную развязку. Понимаете в чем дело? В начале ситуация пахла масштабностью происходящего. Очень интересная игра, напоминающая шахматную партию. Казалось, что за ширмой стоит гениальный математик или что-то типа того. Ну не может обычный человек просчитать все до таких мелочей. Мне происходящее даже напомнило Шерлока. Я думал, что за всем этим стоит как минимум правительство. Мне казалось, что это спецслужбы затеяли свою игру и им почему-то очень выгодно обвинить во всем Нисона. Но то, что оказалось на самом деле в этом фильме просто убило напрочь меня своей глупостью. Я не могу спойлерить, но сходите на этот фильм и убедитесь какой идиотизм за всем этим стоит. Добила меня картина наличием клише и штампов обычных боевиков, которые появляются также в конце. Ну почему все дерьмо этого фильма сосредоточено в конце? А ведь все так многообещающе начиналось. В итоге, две трети ленты шикарный детективный триллер, где напряжение можно ножом резать. Концовка превращает это полотно в штампованную посредственность. Ну еще один плюс перед финальным вердиктом. Локализация у картины великолепная. Все надписи на русском, эсэмэски там и прочее. Что опять же напомнило Шерлока. Но концовка фильма говорит нам, что это далеко не Шерлок. Шесть баллов из десяти. Пока не увидел концовку, фильм тянул на восемь. Матак шесть. Но любителям боевичков и Нисона сходить все же стоит. Ну хорошо. А теперь то, что я думаю по поводу экранизации игры НФС. Проблема в том, что НФС уже экранизировали. Причем экранизировали гораздо лучше, чем собственно получился данный фильм. Я говорю конечно о Форсаже. Которые я называю НФС с пушками и лысинами. Но давайте же окунемся в картину с масломасляным названием. Need for Speed, двоеточие, жажда скорости. Как уже понятно, это попытка экранизации всемирно известной серии игр. На главных ролях этой картины малоизвестные лица во главе с более-менее известным Джесси Пинкманом. А.К.А. Аароном Полом. Который здесь играет механика, любящего поучаствовать в сумасшедших уличных гонках на досуге. У него есть антагонист, который тоже гонщик, но чуть-чуть хуже, однако считающий себя лучше. Внезапная сильная мотивация к тому, чтобы наш главный герой занялся местью, которая подразумевает под собой гоночные соревнования. Ииии. Дальнейшие события предсказать не составит труда. Но о сюжете чуть позже. Бюджет фильма 66 миллионов долларов. И похоже львиная доля этих денег была потрачена на крутые автомобили. И это несомненный плюс этой картины. Погони, гонки, соревнования сняты очень качественно. Единственное, что огорчает это отсутствие музыкального сопровождения. Нет, саундтрек есть, но он какой-то грустноватый. Во время самих гонок мы слышим в основном рык машин, от чего пропадает необходимая доля веселья. Вообще в этом фильме явно недостаток веселья, которое получаешь во время игры. Все ходят с железобетонными лицами, у всех очень серьезная мотивация. Аарон Пол тащит фильм и неплохо играет. Но, к сожалению, в основном только один комплект эмоций. Злость и грусть. Просто фильм ничего другого ему и не дает. От этого довольно быстро устаешь. Нормального юмора в картине очень не хватает. Нет, юмор, конечно, есть, но мне он показался очень плоским. Ну я лично так и не понял шутку с раздеванием. Что в ней смешного и кому это в голову пришло? В итоге проблема налицо. В этом фильме нет необходимого веселья. Хотя бы такого веселья, как Форсажи. Там смотреть на то, как Вин Дизель серьезной моськой произносит глупости, уже смешно. Здесь же этого нет. Фильм в большей своей части навевает скуку. В середине он настолько уныл, что двое ребят, находящиеся неподалеку от меня, затеяли драку. Им это показалось интересней. И я счел более увлекательным разнять дерущихся. Благо сил у меня на это хватило. Почему скучно? Ну смотрите. Плохой и плоский юмор, нелепые сюжетные ходы, некоторые вещи вообще глупо смотрятся. Особенно черный парень, меняющий летающую технику, как перчатки. Очень глупые и неуместные диалоги, картонные и карикатурные персонажи. И самое главное, очень предсказуемый сюжет. В итоге мне понравились гонки. Хотя без драйвовой музыки они смотрелись не так увлекательно. Мне понравился Аарон Пол, только ему не дали нормально раскрыться. Он играл одно и то же весь фильм. А я уверен, что он может быть разнообразным, но только не в этом фильме. И чуть-чуть мне понравился сюжет. Ну совсем чуть-чуть. 5,5-6 баллов за эти достоинства я готов поставить. Теперь самое интересное. Вы не могли не заметить, какая крутая футболка на мне. Это мне подарили клевые ребята с сайта всемайки.ру. Всемайки.ру. Это огромный магазин прикольных футболок, толстовок и аксессуаров. Все самое хитовое и трендовое. Можно создать свой собственный дизайн, загрузить фото, картинку или добавить текст. Очень просто, за 5 минут. Доставка по всей России, Казахстану и Белоруссии. Ну а теперь обещанный сюрприз. Вы можете получить скидку 10% на все товары по промокоду СОКОЛ. Ссылка в описании. Объявление для страждущих. Над плахбастером работа идет полным ходом. Но в следующем обо всем понемногу я бы хотел рассказать о фильме, на который я не успел сходить на этих выходных. Отель Гранд Будапешт. Хотите ли вы увидеть мое мнение об этой картине? Если да, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok